Слава мне, Господи, помилуй меня. Мащу славен, если грешил, Господи, прости меня, грешил, помилуй. Многослови нас, Господи, вести занятия по исследованию Священного Писания. Тебе слава за все, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, садитесь, бессилет. Получается, какой-нибудь и раз послужит. Всех позови, пока оставьте все. Идите все сюда. Время-то уходит. Заразиться, а потом готовься, чтоб там на столе лежал. Руку протянул и взял. Вот, гриба у него вальска, вам колотушку дал. Поди, прости, Боже. Мы сам молились. Садитесь, все что молились. Ходите, даже не знаете, что молились. Вовремя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второй посланник Моисея, Святого Павла, 4 глава, 6 стих. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Толкование. Не сказал, я приношу себя в жертву, но сильнее. Ибо в жертве не все приносится Богу. А жертвенное возлияние вина все было приносимо. В чем речь непонятна. Седьмой стих. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил. Веру сохранил. Толкование. Для чего Павел теперь превозносит себя за это? Он не превозносит себя, но утешает ученика, чтобы он не скорбел за него, потому что Павел, как достигший благого конца, отходит к венцу. Подобно тому, как отец пред смертью, утешая сидящего перед ним и плачущего сына, говорит ему. Не плачь, чада. Мы прожили хорошо. Мы воздвигли трофеи. Царь оказывает нам свое благоволение. И ты будешь славиться моими делами. Очевидно, отец говорит это для того, чтобы своими похвалами внушить сыну, легче переносить разлуку с ним. Так и Павел, утешая здесь Тимофея, оставляя свое послание, как завещание. Подвигом добрым я подвязался. Посему и ты прими его на себя. Итак, Павел. Где узы и оковы? Там и подвиг добрый? Да. По тому самому, что он совершается за Христа. На обыкновенных зрелищах люди состязаются в течение многих дней. И на одну минуту получают венец. Здесь же навсегда подвязаемся. Здесь же навсегда подвязавшимся слава. Поэтому подвиг добр, то есть приятен и славен. Апостол совершил дело благовестия от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Прошел таким образом, преодолевая бесчисленные препятствия смерти, казни, бедствия, как бы имея огненные крылья. Много было такого, что покушалось отнять у него веру. Угрозы, смертные опасности, соблазн удовольствия. Но он устоял против всего, будучи бдительным и наблюдая за подкрадывающимся похитителем веры. Вот это вот читаю и на вас переношу. Такой же молодец. Я еду дорогой, а мне отбрасывают на телефон. Вот я считаю сейчас, говорит, и проповедь, говорит, а я о чем не думаю, только о вас. Течение – это путь, движение. А мы в это время ехали, я сейчас не знаю, где, кажется, в Испании. Ну, ясное дело, что сидит он дома и никак себе это не может приписать. Я вот когда прочитал, ну, не герой для меня это, Сергей Строгородский. В особые минуты трудности, когда Бог восставляет людей, не обреченных никаким званием, а только благодаря собственной, говорит, усиленной предприимчивости, и становится там, учителями, вождями народа. Я никогда этого не искал, я это не думал. Вот я сегодня говорил, будь батюшка здесь, я ему уже говорил, поэтому без него я и говорю, что я ему уже высказал. Неправильно это прибавляет к молитве. Сделать ничего не могу. Она влияет на спасение? Не знаю, но я знаю, что этого делать нельзя. Притом это, ну, минимум уже как 1600 лет. Понимаешь, нет, это златоуст, литургия, литургия, она златоуста, они умолятся. Но из златоуста выбросили главнейшие слова. Оглашенные изюдители, они взяли их и выбросили. Значит, их нету, обращения нету. Я объясняю, что такое оглашенные. Кто оглашается устно, проповедью, обратитесь ко Христу. И не свое имя, а что Семен Солунский говорит. Не слышат? Но не слышат, а ты говори, настой во время, не во время. Я это говорю при митрополите, они себя достали. Я говорю, какой же имели право добавлять? Я на златоуста сокращаю. Это ради сегодняшнего митрополита. Ты патриарха, который на все века остался. Его сокращаешь, что за стол торопитесь. Вот сейчас, когда были, я это сказал. А почему? Я не могу не сказать. У меня внутри огонь был разлит, как в костях моих. Я усилился, но ничего не получалось. Ты должен сказать, завтра их не будет. Понимаешь? Когда я был судим, то, ну, власти так сделали. От алкайской правды был один корреспондент, Титов Виктор Иосифович. И он на суде присутствовал с первого до последнего дня. И когда уже суд все закончился, он ко мне подошел, а я сижу, там такой стаканчик называется, решетка, а напротив все время стоит военный. Ну, разрешили ему подойти. А ко мне никого не допускали. Опасный государственный преступник. В последний день меня в зал суда заводили 12 вооруженных человек. Двенадцать. Другу расчищает. Плотно забитый коридор не могут. Другие меня тянут, те сзади. Я, конечно, не хотел. А ты, говорит, все? У вас больше ничего нет? Я говорю, нету. И все равно статью написал. Она здесь, статья, для Солу Божьей нетусь. Но когда я освободился, Златоуст и второй строительный. Теперь он пишет, почему я пишу Златоуст без кавычек. Мне товарищ сказал, говорит, благодаря таким, как Лапкин, подмывались устои тоталитарного режима. Это тоже здесь есть. Я не думал об этом, подмывать там то другое. Я знал, что это неправда. А без правды жить нельзя. А то неправда. Я говорю, это неправда. Они их не слышат. Не хотели слышать, бог смел их всех. Тужили все. Сейчас какой-то писатель, серебрянисткий Кирилл, обо мне большую статью написал в интернете. Ну, по моим материалам где-то. И что, говорит? Вот они, говорит, тужились, пытались и так позорно проиграли. Там как, проиграли красным, а теперь красные проиграли Америке. Мирным путем развалился союз. А пели «Союз неврушимой республики свободны», сплотила навеки Великая Русь. А сегодня гимн написал Войнович, писатель Владимир. Мы считались, мы смеялись. Каждое слово в насмешку. Союз, что порушили. Ну, для того, чтобы слово-то, Боже, на тебе сходилось. А вот если бы я не сидел в вузах, этого бы не было. А я сам туда не мог залезть, и меня тащили. Это моя биография, ее Бог писал. А я уж там мотался в этом. Самое трудное на этапах. Они никому не подконтрольные. В вагоне пожаловаться некому. Что хотят делают? Не водят в туалет, и все. А в туалет это ему надо открывать. А в это время могут броситься. Выводить по одному. А их в этом, ну, сколько там, вот такой вот ширины там. Одно из отделений вагона. А их там человек 20. Конечно, у них автоматы. Они могут порубить все. Но им надо по одному. По одному выходи. Слышно женщины кричат. Ну ты, козел, ты хоть закрой туалет-то. Женщина в туалете сидит. Ну что ты увидишь-то здесь? Закрой, а не закрывает. Они криком кричат женщины. А ко мне Бог их расположил. И чем? Женщины увидели, что я батюшка. А у вас молитвы есть с собой. Им вывернуться надо. Я молчу. А он ходит, прогуливается коридор. Вот такой вот. А тут камеры эти в вагоне, в вагоне. А они снова так. Ну чего батюшка молчишь-то? Мы же страдаем, и то другое. Он ходил-ходил, подошел. А почему вы им не отвечаете? Я говорю, устах запрещают. Ваш устах. Но я разрешаю. Понятно что? Ты не нарушай тот закон, и тогда этот откроется. Кто просит у Бога земного, ты ему научи. Скажи, что ты не умеешь его ценить. А вот не проси, чтобы Бог увидел, что презираешь это. И тогда Бог тебе даст, говорит, это и даст небесное. Он подошел и говорит. Я говорю, а что вы хотели? Какие молитвы? Божественные, чтобы были. Я говорю, бумага нужна, карандаш. Так у нас все, есть ручка. Я говорю, а как передать? Он подошел, у них берет и мне передает. А остальные-то там, в конце вагона, они там уже гуляют. Их там человек может 15 этих, военный. Они в других вагонах, в пущу собираются. А этот, кто теперь командует? Вот. Теперь я могу сказать, помочь тому, который никогда этого не видел. Я пишу, написал, как я говорю, женщины сильные кричат в туалетах. Вот. А ты, господи, отец, какой разговор? Так, кто? Давай. Он их повел сразу. На коне там, я не знаю, что я их всех завоевал сразу. И военные, и этот. У меня с собой там какие-то коральки надавали эти в больнице. Я там заключенным дал, которые я всю камеру завоевал с ними. А меня отдельно дали. Я еду один, я говорю, вот в этой камере рядом-то. А там их набито, они вот так вот. А я один. У меня одного. Я говорю, вот здесь у тебя Саша один есть. Солнце. Его не взяли ко мне. А почему? Я его знаю, говорю, мальчишка он. Он отца убил. Великционер его мучил, отец. И он купил-то. Не купил, а на что сделал пистолет или как-то застрелил отца. И все рассказывает это как. И они мне его сюда перекинули, мы теперь вдвоем генем. Это вообще вещь недопустимая. Но мальчишка. Я его не боюсь. Я его наградил. Там мне шапок надавали, сколько шапок, кажется, дал. И вот это вот все здесь я считаю, когда это вижу. В жертву себя отдай Богу. И Бог так тебя поведет. Я не прошу земного. Но я могу сказать. Вот он золото добывает, а я богаче его. Богаче. Я за два года только по Теряевке в землю закопал, дороги делал больше миллиона. А минимальная пенсия. Да как где деньги? Притом нигде ни разу не просил. Ни разу. Вот приезжают с Италии один нынче. Можно выезжать. Все. До свидания. А можно я вам дам деньги оставлю? Евро. И ходить обменяю. И все. Нынче из Канады были. Пожили. Заплатили полностью. И в день отъезда. Она ей говорит. Мы решили вам дать. Вы возьмете деньги? Она ни к кому не подошла. Ни к батюшке. Никому. А ко мне. Эти из Канады, а эти отсюда. Это же из Германии приезжали. То есть они еще дома. Почему? Бог. А Бог знает, что я не привязан к деньгам. Никак. Мне только пойти разменял и все. В Америке был один. Подходит 5000 долларов. Сразу же подписал. 5000 долларов. Это у нас 60 рублей. 5,6. 300 тысяч. 300 тысяч. Это же не 2 рубля. Я читаю Писание. Оно мне такое дорогое. Это мое. Сейчас какие-то там мусульмане заходят. И я теперь православный стал. Я батюшке говорю. Он говорит. Ты максималист. Так нельзя. Ты шоешь в храм помаленьку. Я не могу так. Я должен сказать. Это неправильно. Ну и мне сегодня он скинул. Только сейчас материал скинул. Ну и я все это у вас беру. Я все ваши ресурсы смотрю. Да это же идет от Господа. Сразу уверен. Только за одну неделю. Вот сейчас каждую неделю я сдаю на ролики, которые работают. За одну неделю у меня накопилось примерно 120 гигабайт и около 125 роликов. За одну неделю. Ну там я из архива взял. Да кому скажу, где ты возьмешь? Что ты возьмешь? Ну как у тебя клетку эту утащили? Я мимо шел. Вот такое дело. Почему Бог? Сегодня как раз об этом кто считал Игорь или кто? Кто ищет только земного, Бог ничего-ничего нет. А когда ты отрицаешь это, он знает, ты не привязан, он тебе дает. А раз ты не привязан, ты правильно распорядишься. Считай. 2 Тимофея 4.8 А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья Авгененый, и не только мне, но и всем возлюбившим явлений его толкования. Довольно для утешения и того, что было сказано, но здесь он прибавляет еще и о наградах, чтобы тем более поддержать ученика. Не следует, говорит печалиться, скорбеть, потому что я отхожу получить венец правдой, и здесь также апостол называет вообще добродетель. Не сказал даст, но воздаст, как нечто должное, как долг. Будучи праведным, он несомненно определит воздаяние за труды, так что венец по праведности должен принадлежать мне. Здесь апостол ободряет и самого Тимофея. «Ибо если всем воздаст, то тем более тебе…» «Кто же любит явление его?» «Тот, кто делает достойное этого явления. Так что кто не делает, тот, очевидно, не любит его, напротив, ненавидит его, чтобы не получить достойное по своим делам. Явление называется так, потому что является горе и воссеевает свыше. Прежде всеобщего явления есть еще другое явление, в котором Господь открывается людям достойным, а не миру. «Вот снова говорит Господь, мы придем к нему и обитель у него сотворим». Евангелие Тарана 14, 23. Он говорит, когда пути человеку угодны Господу, то и врагов его перемиряет с ним. Меня судили, прокуратура, все меня добили. И вдруг все расположилось, осуды, прокуратура. Я выхожу, мужчина сидит, я говорю, что-то вы сидите. Я пошел, зашел по этажам, куда надо мне. Я говорю, второй год хожу, не могу с прокурором в краю встретиться. С секретарем толкает и все. Я говорю, а я могу каждый день. А почему так? Не знаю. Я сам не знаю. Я не знаю. А он генерал-лейтенант. А я сержант. А секретарь сидит и говорит, вы пощаще приходите. Он у нас такой строгий. А когда вы побудете, он целый день такой спокойный, говорю. И недавно я читаю его интервью. Думаю, интервью. Газетчики спрашивают. В газете прочитал. И он об этом говорит. Я Богу молюсь. А еще молится. И с Богом. И дальше что было? Он перед увольнением только. А тут тогда был генеральный прокурор Чайка. И Чайка предложил ему написать заявление и уйти. Он говорит, написал. А там, видимо, сообщили, что это Клевитана этого. Тот сразу дал отбой. Через пять дней говорит, что забери заявление назад. Никак не могу встретиться. Сейчас. Он ушел как на пенсию. Я Богу молюсь. И в интервью, он раза четыре, наверное, Богу только поминает. Я в одном молюсь. И дальше. Ну, как Бог даст. Ну, Бог-то видит. Со мной так расправились. С этого сразу колесника, как бы, его, говорит, убрали. А который на его место пришел, сразу умер. А то он в интервью говорит, это не от меня зависит. Я не мог этого не заметить. Я приду, он такой. Выслушивает. Потеряю. Я не знаю, сколько комиссий только назначал. Все повернул, по-другому и все отстали. Прокуратура, это орган необходимый для свяжения. И он прямо, даже не скажешь как. Бог. А он же видит, я верующий. Я теперь-то понимаю, почему он так расположен был. Господь его брал. Брал и все. Один прокурор, что-то района, у меня суд был. И он в сторону взял того человека, который враг мой-то. А я тогда пришел, говорю, этот прокурор, у него широких фамилий, он так делает. И прихожу, мне говорят, а его уволили уже. Все. А зачем ты мешаешься? Посылает заместителя, полковник приехал в лагерь. Я его не пустил. А мы с ним занимаемся. Я говорю, вы тут только пакости делаете. Я говорю, все. А где у вас люди-то уехали, а ребятишки сидят? Ну, можем дать очищу уже в пути? Я говорю, нет, они вот они сидят. Им надо дать-то. Ну, и дальше поговорили. Я его не пустил в ограду даже. А приехал, спрашиваю, наверное, он жаловался? Нет. Он приехал, говорит, ой, какая там строгая дисциплина, меня даже не запустили. Я говорю, не обиделся? Нет. Это Бог делает так. Представь, прокурор приехал в краевую прокуратуру, я его не пустил. Да тут бы и разговаривать не надо. Он бы милицию вызвал, штурм взял. Ничего нет, постоял, кажется, напоили водой, да еще отзыв дал хороший. Я вот на все оглядываю в своей жизни и понимаю, Бог. Вот хожу один дома. А если бы я не был верующим, что бы я делал один сейчас сидел дома? Один. Не хозяйство, ничего, ну, деревня, понятно. А здесь Бог. Все время мне звонки идут отовсюду, спрашивают что-то, отвечать. Я не могу вовремя лишь спать даже. Настолько заняты. Вы не понимаете, что такое гигабайт? Это очень много. Это очень много. Что, понятно было сколько? Я сейчас скажу. Восемь томов можно записать. А у меня их за неделю сто двадцать. Вот умножь теперь. О, как. И люди находят еще, почему Бог. И где бы еще не было Бог, я даже не замечаю, что я на пенсии нахожусь. Как будто бы работал, работал, жил, жил. Да еще пророчествует, мне еще жить надо. Давай, Сергей. Такие слова сам скажи своим ученикам. Веру сохранил, течение совершил. А теперь готовится невинец правды. Побоишься сказать. Уверенности такой нет. Второй Тимофея 4.9 Постарайся прийти ко мне скоро. Толкование. Почему апостол зовет к себе Тимофея, когда ему уже вверена была церковь в Эфесе и целый народ? Потому что он находился в вузах, заключен был нейроном и не мог сам прийти к нему. Поэтому он и зовет его в Рим. Желая, может быть, перед смертью, передать ему многое. Второй Тимофея 4.10 Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент, в Галатию, Кит, в Далматию, один лука со мною. Толкование. Не говорит, я желаю видеть тебя прежде, чем умру, чтобы не опечалить его. Но так как я не имею никого, кто бы помогал мне в благовествовании, то ты поспеши прийти. Что значит, возлюбив нынешний век? То есть, возлюбив покой, жизнь безопасную и тихую, захотел лучше наслаждаться дома, нежели бедствовать со мной. Одного. Только Димаса он укоряет. Впрочем, желая не его укорить, а нас устыдить, чтобы мы не ослабевали духом в опасности. Вместе с тем, он хотел еще более привязать к себе Тимофея. Этих он не укоряет, ибо Тит был один из весьма дивных мужей, так что ему порочен был Крит. Итак, эти два мужа пошли не потому, что возлюбили нынешний век, но по делу и, может быть, проповеди или по другой какой нужде. Далее. Один Лука со мною. Он неотлучно находился при нем, написал Евангелие и деяния апостольские. О нем апостол говорит в другом послании. Брат во всех церквах, похваляемый за благовествование. 2 Коринфянам 8, 18. За благовествование какое? Слово Божие. За Евангелие от Луки, похваляемый всеми за благовествование. За это. Послал туда, и один Володя остался со мною. Один по Теряевке поехал, другой вместо. Так вот маленечко смотришь, микроскопическое, должно отражаться где-то. Остался один. А нужно тогда, нужно посылать кого-то куда-то. Кому-то говорить. Оно должно отразиться, оно живо и действенно. Помню Господа Иисуса Христа. Да я молюсь о Господе Иисусе Христе, Сыне Божий. Помни Господа. Помни страдания Его. И ради меня. Вот человек, который нас где-то выкупил из долгов, из этой ипотеки. Ермо надевают люди, где долг берут у таких, у банка где-то. А кто-то бы заплатил. Как бы я вздохнул спокойно, и лег спать, а от жизни отдал. Сейчас-то ли мы это помним? Я никак не могу быть тем, кем был. Никак. Во-первых, я сам себе протеян, а во-вторых, я себе не принадлежу. Я все время должен думать, а как, господин? А как тот, который меня выкупил? Ну вот Авраам-то выкупил, или Азар-то? И он у него сделал, остался наследником. А когда фильм показывают, за ним гонятся, и он что-то там сделал. А он его, Авраам ему деньги отсыпал, тот повернул назад. В нашей жизни вот что-то, где-то, как-то, все равно должно как-то, хотя бы эпизодически, кадрово мелькать, похожее. Ну, очень похожее. Вот, очень. А так нигде, никак. Ну, ты считаешь себя, видишь в этом? Нет. Ну, ты же не можешь сказать, что некогда было, а есть мне, потому что стечение народа такое было. А какой народ, когда никого нет? Ты хочешь, чтобы друзья были? Будь сам дружественный. Сам. Это первое. У нас тут потеряльки, это очень заметно, потому что здесь все. К одному все едут. Кто бы ни приехал в Барабашу, кто бы ни приехал где-то, другой живет, за все время никто. Всю жизнь работал, такой отменный работник, работа такая, коллектив. Государственная. Ни одного. Ни одного человека за 20 лет. Ниоткуда. И свои даже, братья, сестры, и то мимо ходят. Почему? Я спрашивал, когда первый у нас потерявки был там, Гринев, Гринев, кажется, это же Гринев, Геннадий, крестился, Гавриил он стал. Дети. Да какие они дети? Да это такое, прямо о детях так. И они его зазирают. И они к нему, никого нету. Нету, чтобы приехал, отец там нет. От тебя же это зависит. Но он не так, он не понимает. А почему не, не знаю, причин много. Но ты будь дружественным. Молитва. Я вот приехал тут, рассказываю, мне люди пакости делали, и никто не находил, голубей отравили. Залезли на крышу, ночью, и в корм насыпали яду. Я прихожу, мертвый. Я привез это, пшеницу, все это, с чем она есть, на занятия. Все смотрели, ну кто еще знает, ну руки вымыли. А нынче сваи, такие трудно заготавливать, эти сваи, по двухметровой, такие вот, смолили их. Пришли, давай сжигать у меня их. И никого нигде нету. Никто не найдет. Ну а кто найдет? Следок нету. Я молился. И перед самым отъездом человек приезжает ко мне и просит прощения. Как будто его на казни ведут. Я говорю, а почему ты это делал? Какое отношение тебе до моих голубей-то? Не знаю. Просто люди видят, что у вас все так хорошо идет, а вот вы голубей любите, чтобы больно сделать. Ну что я могу сказать на это? А сваи почему же? Понимаете, и на все. Молитва. Его ни один бы следователь не нашел, даже никогда бы не подумал. Его привели в другие силы. Я только спросил, а кто знает про это? Нет. Старайся, чтобы никто не знал. А сегодня ты спокойно спи, за тобой нет ничего. А у меня голуби опять наплодились, со сваи мы новой нарезали. Держи. Вот урок преподали. Урок преподали ему молчанием своим и прощением. Не надо ему, зачем это? Я могу назвать, если сего же он. Что так пожелать? Я могу назвать фамилии, имя, прокурора назову. Ну кто меня знает, уже догадывается, о ком я говорю. Ну не все хотят, чтобы... Не потому, что это вредно, а так привыкли. Легче спать. Понятия не имеем, о ком вы говорите. Я даже об этом не рассуждаю. Вот тишка. Но прокурор края, по расходу Юрий Федорович, генерал-лейтенант, перед отходом только получил какую-то награду значительную. Фотографию у него от Путина стоит. Путин руку ему жмет в Москве. Вот. О нем у меня много написано. Но ты не был здесь, потому что тогда, когда было. Потеряю-ки. Там нас замучили, скот тут рядом держали, корченские. Всех отодвинул. Комиссия за комиссией. Земельный комитет ехали. Там что? Вот так. Ни одной просьбы моей он не оставил без внимания. Ни одной. А человек сидит два года, мужчина представительный, за два года не может попасть на прием. А я хоть каждый день приходи. И секретарь там скорее меня выписывает. Бог делает. Бог открывает все это. Я куда бы ни посмотри, Господи, за что? Я каждый вечер молиться за день, подвожу и то, Господи, опять везде ты. И как ты, Господи, это все? Ты научись видеть вот не просто так, а творение, там любая букашка, Бог сотворил. Вот как обдумано все. Это слово-то не подходит, обдумано, оно сразу. И как кишечник работает. И вот, а комара, вот он сейчас залез в погреб-то, всю зиму сидеть, не ест, не пьет, караулить весну. Весна он вылетел. Кабак. А сейчас рыба есть такая, ротан. Замерзет, как лягушка. Ну, просто в грязи замерз кусок. Весной оттаял и пошел есть гальяна. Мы хотели завести его сюда. Сказали, у вас, говорит, никакой рыбы не будет, все пожирает. А зимой ему хоть лужа будет, застыла и все. В анабиоз впал. Как Бог сделал все. А какое самое большое чудо? Я всегда отвечаю одинаково. Я в этом мире живя, я узнал, как много у Бога добрых людей, и они почему-то мне встретились на пути. И почему-то они не просто встретились, поздоровались, но приняли участие в том, что я делаю. Вот это самое великое, что я узнал. Притом, не на улице или какие-то, а редакторы газет, и милиция, и прокуроры, и все. Это Бог делает так. Утешение подает. Вопрос хотел задать к этому всему. Вот сейчас в средствах массовой информации, то там по телевидению, сейчас столько много политических программ идет, и говорят все о революции. Ну, понятно, скоро 25-е прошло, сейчас 7 ноября, как бы красный день календаря. И есть люди, вот там, кстати, ваш знакомый Быков журналист. Да, потеряет киборь. Да, потеряет киборь. Да, да. И он сидит, участвует в дискуссионном столе, этот Быков. И говорит профессор, профессор, ну, Московский, Московского там института, историк, и он говорит, я, говорит, родился в такой семье, где бабушка моя, она была подругой всех знаменитых жен вождей. И, говорит, и Держинского, и Крупской, я, говорит, лично видел Крупскую, бабушка меня водила несколько раз, она у них беседовала. Держинского вдова, вдова Фрунзе, ну, в общем, там он перечисляет. И я, говорит, всегда был, для меня, говорит, Ленин был, говорит, как нечто религиозное. То есть вот так я к нему относился. Но, говорит, когда я подрос и стал уже юношей, и начал читать его труды, говорили, он там великий мыслитель, я читал труды, и в конечном итоге пришел к выводу, когда уже закончил университет, стал преподавать, пришел к выводу, что ничего нравственного из его трудов взять нельзя. Вот поймите, говорит, это просто античеловечные, человечные программы все у него. У него нету ничего созидательного. И Быков этот вылазит тут же, подождите, нет, нет. Ленин, это черное и белое, это у него было много хорошего, ну, кое-что там было негативное. И там следующие тоже начинают об этом же говорить. Вот вопрос, на ваш взгляд, кто из этих людей был? Я считаю, что лучше всех в последнее время выступил Жириновский, Владимир Вольфович. И об Ленине он сказал, какое это чудовище. И Смирнов, отец Дмитрий, вот двоих взять, этого достаточно будет. Большего чудовища мир не рождал. Его хоронить нельзя, как на земле, его где-то в космосе надо распылить, чтобы пылинки не было. Это жестокий изверг рода человеческого. У него ничего не было. Он полтора дня только работал за всю жизнь. Где-то к какому-то кузнесу написал жалобу. Он юрист. Никогда нет. Он только разрушать мог. Он ничего не созидал. Теперь любая революция, это Жириновский все показывает, и говорит, и весь зал тут депутаты сидят, замерли, никто ни одного слова не говорит. И сейчас вы его проповедуете. Где он? Чем виноваты молодые? Девчонки, несовершеннолетние, всех расстрелял у царя. Это Бог поднимает людей, которым видно было. Почему? Даже Ерсин, уж какой там пинчишкой говорит, я сожалею только о двух вещах, что я не запретил компартию и не похоронил Ленина. Вот два момента, которые я себе простить не могу. Видишь как? Изверг рода человеческого. Изверг. Это не человек. Это дьявол облегся в обличину человека, и это все дело. Такая была жестокость. Какие планы были? 90% населения согласен убить, ну а 10% железной рукой завести в коммунизм. Коммунизм придуманный. Он не может быть на земле построен. От каждого по возможности и каждому по потребности. А какие возможности, если я не хочу учиться, двоющие? У меня и возможностей нету. А потребности каждый день, вот я ем, ем. Кажется, рыба хорошая. Ну вот рыбу беру Людмила Степана, как будто и не ем. Я тогда как заново начинаю ездить, она готовит. Так я отдам эту фольгу, так у меня там кошки ее лижут, лижут сколько. Вот и мои потребности, а способности-то какие? Чтобы побеседовать. Он все брал. Ничего там нету. Но Салаухин Владимир пишет, говорит, я знаю, когда-то совещание было. Я говорю, беру том, посчитал, посмотрел. И теперь, они не слушают. Я тогда решил, так, вы что против? Владимир Религиевич, в полном собрании сочинения, 35-й том, такой-то, он сказал вот так-то. Он сказал, ну если сказал, тогда так, он сразу 5-й том. Я решил им тогда пользоваться. Называй любой том, любую страницу, это ничего нету. А я, говорит, свою туда мысль катываю. Это божество. Если Бог сказал, мы, конечно, подчинимся. Это божество. Он никого не любил, у него этого не было. Ничего человеческого, еще он не знал. О нем рассуждают. Язык погонять нет. У меня статья есть. Проклят человек, который надеется на человека. Вот здесь статья написана. В местной молодежи Алтая писали. Я нахожу, что имена о нем, это говорится, Вилл. Вилл. Божество было в Вавилоне. Вилл Владимир, Лич Ленин. Это нарочно не придумаешь. Вот такое, чтобы на фамилии можно было что-то узнать, только две фамилии такая есть. Ленин и Горбачев. Вилл. Вавилон, это Москва, определенно. Отпустить узников, то есть реабилитация наступила. на Горбачевшего. А это фамилия. Такую нельзя составить. Никак. Это знаковая фигура. Посмотрите, я сейчас вам напишу, можно сказать, согласен, там не согласен, это другой вопрос. Вот, найди такую фигуру. Такой фамилии нету больше на земле. не было никогда. Гляди, Горбачев. Ее-то не писали никогда. Горбачев. И вот он должен прийти. Кто? Дальше. Б. Бабачев. Брежнев. За ним кто идет? А. Андропов. Вот они соседы. Дальше. Ч. Черненко. Е. Ельцин. Да. Четыре буквы подряд первоначальной фамилии. Генеральный секретарь. Это нельзя подогнать. В этом порядке. Это мне сказал преподаватель второй группы космонавтов. С нами сидел Лозин Анатолий Максимович в камере. Да. Это нельзя. Он говорит так, так. Так. Говорю, очень радуйтесь. Так. Еще вспомните, говорит. Дальше. Вот это вот, говорит. И этого, этого, этого. Горбачев. Горбачев. Это помазание божие. Я могу доказать легко это. А наоборот, все Горбачева проклинают. Практически все. Они не знают ничего. Потому что он открыл. Свободно заговорили. Можно было на кухне разговаривать. Открыли храмы. Тысячелетие Руси отпраздновали. А царь Кир. Его посылает. Господь и говорит. Скажи Киру, помазанникам. Помазанник это Христос. Христос маленькому. Помазанник. Вот. Кто отпускает. Кто это делает. Кто храм этом дал свободу. Царь Кир. Кир и Горбачев. Больше я никого не знаю. Никого. Что при таком гонении. И все свернуть. Я его ангерситетно когда вел занятия. Но каких вы знаете личностей современные. А Горбачев и Солженицын. А почему? Крушение коммунизма на западе началось оттуда. То, что узнали, что такое архипелаг ГУЛАГ. Солженицын согласен. Старь Горбачев. Свобода, гласность. Два слова. Показать социализм с человеческим лицом. Помните? Вот это показали. И когда показали. Там такое чудовище вылезло. Да. Что люди содрогнулись. Даже дьявола таким не рисовали раньше. Это так. 110 миллионов только в гроб загнали. Славян. Спасибо вам. Вот какое дело. Они говорят. А что они говорят? Покажите доброе дело. Кто раскулачивал? Это Сталин. Сталин. С рядом с Лениным сидит. Ученик его. Ученик, да. Сталин это бложка-вошка. По сравнению с теми. Он еще не грабил банки. Пока не вылез туда в Кремль. Он знает только убивать себя. Лучший последователь просто Ленин оказался. Пошли. Спасибо, Христос. Второй Тимофей 4.11. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Толкование. Не для собственного успокоения он требует его, но для служения Евангелию. Ибо и в вузах он не переставал проповедовать. И Тимофея он призывал не для себя, но для благовествования. Чтобы между верующими не произошло никакого смятения по случаю его смерти, когда многие из его учеников будут присутствовать при этом. Они будут сдерживать смятение и утешать тех, которые нелегко перенесут его кончину. Ибо между уверовавшими в Риме, вероятно, были и достопочтенные мужи. Комментарий Игнатий Кончалаткин, на словах Христос Лакта, призывал не для себя, но для благовествования. А почему на эти слова я даю комментарии? Потому что о благовестии говорится. Главное, чего нету. Главное, чего нету. Главное, беда, что нету. Я вот сегодня размышлял о некоторых местах Писания, утром помолился, и так о размышлениях пришли. А почему не настаивать здесь? Потому что очевидно. Смотришь, там настаивать нельзя было, оно было видно, и поражение на какой стороне. Почему именно о России говорится? Вот 18-17 глава Откровения. Это о Москве. Даже доказывать не надо. О Москве. А мне нет, это Вашингтон. Смешно даже. А давайте скажите, какое вино учение, которое напоили весь мир? И кто от Вашингтона обогатился? Америка грабит, тянет. А Москва бесплатно все отдает миллиарды. От нее обогатились-то весь Израиль и Америка-то. А сколько золота-то было? 94 тонны только от которой перед революцией были, так и они заграбили все это дело. И когда пал Вавилон Великая Блудница, мы считаем откровение, это кусы посыпят себе голову. Они обогащались от нее? Никак нет. А какое вино? Вино любодеяния. У Вашингтона его нет. Там только нажива. Там золотой телец. Ну что, Горбачев, интересно? Четыре буквы подряд. И идут одна за другой в том порядке, как они были. За Брежневым пришел Андропов. Коротко-быстренько Черненко. А чья-то вообще мало фамилии. Вот у нас Чернявская и все. А дальше Ельцин. В том порядке. Ну ладно, соседи в одном этаже. Это можно в городе. Но чтобы... Ты скажешь, архитектор. Архитекторов сбух вообще много. Учителей много. Хорошо слышишь? Но главное для нас, что ты... Его нельзя подменить. Это главная единица была. Генеральный секретарь. Я как посмотрел, я сразу понял, что это не случайно. Это знаковая фигура. И тогда, если кто бы это знал, Тогда бы сказал, после Брежнева должен быть на букву А. По центральному комитету кто? Ближе всех Андропову стоял. А после него на букву Ч. А Черненко там как раз рядом был. Вожжа была бы. А за ними, вот Ельцин, никто бы не догадался кто. Тем более Горбачева. Откуда-то есть глубинки вытащить. Это же все. Программа была. А где он программу был? На острове Мелит. Зачем он ездил? Мальта. Зачем? Он ученик Маргарет Тэтчер. Вот она его выдвинула. Масоны. А Ельцин стоит вот так вот. И Джуна, там Давида Швили, кажется, Она его в масоны принимает. Фотография комсомольской правде была. Ельцина. А это все тайно. Но можно? Можно? Да, да, да. Сейчас на то даже все пошли, Что даже Горбачеву уже приписывают масонство. Дело все в том, что когда развалился союз, Все впали в ступор. Вообще никто ничего не говорил. Почему развалился? Как? А вот сейчас в связи с революцией, Со столетием этим революции, Вот эти политические программы, И этот вопрос поднимают. И все вешают на Горбачева. Он масон, Его англичане купили, Американцы купили. Он приехал со специальной программой, Привез команду американцев, И Россию, Советский Союз развалили. И все плачут. Вот кто развалил Советский Союз. Ни один в этот момент, Ни один поп, Ни один не патриарх, Никто выступили бы и сказали. Да уже на этот человеконенавистническую общество, Бог не мог уже взирать. Чаша переполнилась терпения Божия. И Господь взял и развалил. И когда я с коммунистами беседую, И говорю, Да Бог просто вас развалил. Вы что, не поняли? Просто Бог взял и развалил. Все вдруг одновременно, Как глаза открылись, И поняли, Мы где участвуем, в чем? И просто бросили все, Служить этому поганому государству. Нет, это все Горбачев. Навесили всех собак на бедного коммуниста. Может быть, самого лучшего, кстати. Миссия у него хорошая. Он просто миссионер. Ну, как сказал, Игнать Игорь Иванович, По массам. У меня на занятия ходила одна женщина, Учительница, И говорит, Вот сейчас Ельцина выбирает, А вы ходите на выборы? Я говорю, Нет, да какой же вы верующий? Еще верующим называетесь. Да за Ельцина я готова, Не знаю, что бы сделать. И потом вдруг я не стал на занятиях, И года два прошло, Она увидела меня, Подходит, А вы помните, Я говорила, Да, Ох и дура была, Кого избрали, Так ящушка, Да он еще не знает. Я говорю, Это все запрограммировано, От нас ничего не зависит. Ну, не зависит, Остарится, Не зависит, Зрение склобеет. Мир, Плохо будет слышать мир, Не человек, А мир. Этому должно быть. А вы не удивляйтесь, Услышите о воинах на военных ступах, Не ужасайтесь. Всего надлежит быть. Это Бог программу составил Еще прежде, Создание мира. Ее еще не было, Бог знал, Что мы будем вот здесь сидеть, И что у нас на столе будет лежать. Если вера, То ли Ева, То есть. Игнатина, Еще. А обратный процесс произошел С одним человеком, Который был тут с нами, Ну, близко. Журналист, Помните, Который ездил к Агафе? Молодой-то он был журналист, Но он как бы был аккредит, Аккредитован в Алтайской правде. А кто? Ну, он все к вам приходил со своими, Вот тут вы нас с ним познакомили. Ну, вспомните. Нет, не Тепляков Сергей. Нет, не Тепляков. Ну, он Кочевников подписал. Нет, 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 не Тепляков. Тепляков у него целенаправленный антикоммунист. Антикоммунист. Да. А этот помоложе был. И он ездил к Агафе, И все хотел там показать, Что вот Агафья там, Она плохая там, А с ней там жили две какие-то, Это, Дочка с матерью. Ну, какую-то, короче. И вы мне его предоставили, Когда я тут жил, Говорит, давай поговори с ним. И мы с ним начали говорить, И он в Потеряевку ездил на Пасху, Приехал восторженный, Все такое, Написал статью. Ну, может, и не Алтай. Камер был. Да. Вон. Это прошлость. Да, да. И вот, И я встретил его, Ну, лет пять назад встретил на улице. Ну, и спрашиваю его, Куда ходишь молиться или что он? И это ничего уже не надо. Я прозрел. Я говорю, как прозрел? Я стал коммунистом. Я говорю, вот это да. Ладно, мы в баптисты, говорю, пошел. Но после того, Что ты все узнал, Столько всего, Как можно было в эту поганность Вступить-то тебе? Вступил, говорит, в коммунистов. Я говорю, ты вступил не в коммунисты, А самая пахнущая гадость, Говорю, какая только есть. Ты что? Так он прям, Я на митинги хожу, Такой весь коммунист. Я говорю, ну еще впереди, У тебя много, Что узнать о коммунистах. Не дай бог мне, Говорю, опять там очутиться. Ну, ладно, считай. Доверься Богу. И за все благодари. Как сказал, Все революции несут только беду, Жириновский-то. Ни одной не было, Чтобы... И поэтому все эти Навальные-то куда? А он не идет никуда на революцию-то. А сейчас выдвигает себя Ксения Собчак на президента. Это вообще не придумаешь. Я сразу, как президента буду, Крым отдам Украине. Она это... Ну, все видно, что это... Хохма идет, и все. Я ей на... Рисунок такой, Такую маску надели, Она сидит, А не она, а уже другая. Это тут грудью голая, Там какими-то помидорами накрасили. Избирайте меня. Какая чучела. Косу приделали какую-то. Ну, понимаешь, что это... Ну, что говорить-то? Очень много роликов, где... Так, велика страна Россия. Точка. Я горжусь своим президентом. Вот так по такой. И все это показывает. Горбачев этот... Путин не обещал нам устроить на земле рай. Он старается, чтобы не было у нас ада. Здорово. А рай, говорит, он вам и не обещал. Это лебедь, помните? То же самое. Да, я не обещаю, А работать будут все. Это было бы здорово. Итак, комментарий Игнатия Кринча На слова Феофилакта Призывал не для себя, Но для благовестования. Так, слово сказать. Пишет-то о Марке. А с Марком-то как он разошелся-то? Не хотел больше с ним даже ходить, Павел. Он отстал от нас же. То ли устал, То ли к мамке захотел. Юноша был-то. И в следующий раз, Когда он увидел, Как их апостол прославляет, То другое. И я пойду следующее. Он говорит, вот тебе, сиди дома. И разошлись и никак. А он племянник был Варнава. Он тогда Варнава взял его, А Павел силу избрал. А Златоуз говорит, Это и хорошо. Два светильника в одном месте, Это слишком много. А теперь в двух местах пошли проповедовать. С Марком он решительно отожжил. Его просил Варнава, Прости. Он говорит, нет. Нет. Он бросил носилки. Еще теперь это один должен делать. А тут, видимо, Делом показал, Что он исправился. И вот человек, Который бросает на полпути Евангелие, Евангельское дело, Это не просто так. Мы ехали около Хабаровска, И у меня двое были за рулем. Игорь сидит днем, А Вадим ночью. И оба замунтовали. А мы машину сейчас бросим, И уедем домой. Меня одного на машине оставляют. О, была обстановка какая. А не из-за чего. Прямо не из-за чего. Игорь пошел ночью, У нас все тихо, Чтобы не видели, А край леса мы. А тут дорога идет. Он взял фонарик, А вечером, Я говорю, Все сходите в туалет, Лопату вот я делаю. А дальше, Чтобы утром выезжали, Два часа ночи, Мы с места трогаемся, Я лопату заворачиваю, Маленькая лопатка, Сходить в туалет. Он пошел, И фонариком там идет, По лесу светит. Да тебя видно-то за километр, Ты еще делаешь-то. А, так мне нормально Удают сходить, И Игорь начал тут будет здесь. Я говорю, Игорь, Ну, Ты понимаешь, Я твою, Вас и нужен был фонарик, Они ищут где-то там воронка, Яма залазит, Ваша палатка закрывается, И светят там на карте, Чтобы, А один наблюдает наружу. Так? Ты стоишь, фонариком светишь, Больше ничего не было. А Вадим, До дороги, Я говорю, Вадим, Ты платишь деньги, Плащу-то я, Я ему даю, А за машину. Ну-ка, дай отчет. Квитанции все получил? Да. Считает? Денег не хватает. Денег-то? Не хватает там сколько? Тысячи три или пять? Это же большие деньги. Где? Да что, Я вор, что ли? Нет, подожди, Ты отчитай все сначала, Вор или не вор, Квитанции-то не хватает. Так что я вор? А я вот засыплю, Как вот яговитина была. Я говорю, Вадим, Ты сказал, Что не переплатил, Нигде ничего. Вот квитки посчитаю, Математически считает хорошо. Денег-то не хватает. А я, Даю-то я записываю. А деньги-то едем-то не мои. Я еще отчитываться должен, За деньги-то. А денег не хватает. Я вор. С вором-то вы будете ехать, Я сейчас сяду и на пояс уеду. Ах, Тогда это, И я тогда не стану еще говорить. А вот когда ехали, Приехали, А третья копия говорит, Вот мы так, Когда поставили ультимат, Игнатий сразу тише отошел, Не стал к нам лезть. Я говорю, У меня цель есть, Доехать до места, И вернуться до находки. А у вас цели-то никакой нет, Вы бросили им все, Вы чего не понимаете-то? Я тебе дома буду уступать или нет? А там, Вы поставили меня Перед такие условия, Чтобы вас не трогать, Вы неисправимые, Оба эгоисты, Я отошел, А что бузить-то с вами? Это даже нормально В туалет сходить не может. Я что, Ему лопаткой отгребать должен вообще? Не пойдет. Ну и вот, Они тут это, Между собой-то говорят, Я говорю, Больше вас я никогда с собой не возьму. Если ты один раз меня предал, Ты второй раз предашь. Давай. Что за комментарий-то? Я люблю благовестие, Поэтому комментирую его. Перечисляя события Ветхого Завета, Вселенский учитель апостол Павел Поясняет нам, Что знать про происхождение, Что знать про происходившее ранее Необходимо не для расширения нашего кругозора, Не для сдачи экзаменов в духовном учебном заведении, Но в первую очередь для того, Чтобы извлечь правильные выводы, Применяя все прежде бывшее к себе На сегодняшний день. Речь идет о том, Что если кто не изучает историю И не накладывает ее на нынешнее время Применительно к своей душе, Тот обязательно повторит те же самые ошибки, Что и наши погибшие предшественники. Вот главная цель изучения истории. Первая коринфянам 10.6. А это были образы для нас, Чтобы мы не были походливы на злое, Как они были походливы. И одиннадцатый стих. Все это происходило с ними, Как образы, Описано нам, Описано в наставлении нам, Достигшим последних веков. И сегодня очень часто патриарх вызывает архиереев к себе. Для чего? Представь, как это все. Чем можно оправдать эти расходы на самолеты, На поездки, на гостиницы? Вы о всем говорили. Только проповед... Только проповедью. А все остальное должно стоять далеко позади этой цели. И в командировочной должно стоять, Что патриарх вызывает не для себя, Но для благовествования. Представь себя. Кирилл вызывает епископ и говорит, Пойдем по домам, Бери жезву свой от собак отбиваться. Вообразить нельзя даже. Даже помечтать нельзя. Для благовестия не в храмах, А там, где сегодня проповедуют сектанты и эретики. Повсюду. В домах культуры и на стадионах. Широко известные сектантские проповедники Выходят в людные места Со своими помощниками, Которых иногда насчитывается Несколько сот человек. Вот тут приезжал Билли и Грейм, И помощников с ним приезжали из Америки. 300 человек. Вот он, промаху, сказал, Они в стадионе на разных местах Отдельно с каждым не говорили. Нет, 300 помощников одновременно участвуют. Учишь, ты и как учишь. Так, упадешь там. Это современный, Это маленький. Он давно приезжал. При развале социализма. Серьезно, по-серьезному. Пошел по трях квартиру? Замечталась, сестра. Это у баптистов так в Новосибирске. Один вышел, а видит, что бабки-то сидят, спят. Он говорит, братья и сестры, Тихо себя ведите. Наши дорогие, возлюбленные, сестры, Они всю ночь молились за благоуспешный труд проповеди. Не тревожьте их. Они пришли отдохнуть, старенькие, то другое. А потом поставил, посмотрел, Говорит, что пришли сюда, нажрали жирного, спать пришли. Они все сразу, жирного-то нажрались, и спите, сидите. Нажрались нельзя говорить. Главное, не нажрались, а нажрались, говорит, жирного. Это Николай Естрович Молчанов рассказывал. Давай, еще дальше епископы. На учили с патриархом ходить, Теперь они священников потащат. Ну ладно, хоть помощники пускай ходят. Да, посмотрим, как вы сегодня помогаете нам пойдите. Звезды читали? После того, как сказано, основная проповедь популярным проповедникам, помощники начинают трудиться индивидуально с теми, кто решил примириться со Христом и изменить свою жизнь. Во времена Гражданской войны, выходцы из народа, вчерашние простые солдаты повели в бой дивизии и побили хваленых генералов из генерального штаба. На первых порах высокообразованные православные архиереи и священники вряд ли всегда могут одерживать победу над сектантскими суемудриями своих изоморских эмиссаров. Но патриарх должен найти высокодуховных, вдохновенных проповедников среди архиереев и священников и вызвать их к себе на собеседование, сказав, «Я вас вызвал не для богослужений, не для торжественного собрания, не на тезоимеництво, не на перенесение мощей, не на открытие храмов и не на крестные ходы, не для себя, но для благовествования». То есть оттуда беру и я филакта поставляю, а все то остальное для этого не собирались в пауле. Это же самое должен повторить архиерей своим священникам слово в слово, буква в букву. И это же самое должны повторить священники своей паустве, а пасовы друг другу. Иоанн Златоуст говорит, что он один ничего не успевает, если паства не понесет его слова в народ. Вот это мой мой комментарий, что-то непринятно это. Некоторые говорят, я даже смотреть не могу на это, потому что они достают до глубины. А этот быков-то он вот такой вот, батюшка ему дал пояс, у батюшки день рождения был. А он его начал, он настолько пояс, они сходятся, батюшка говорит, попозже, что ты такой-то, батюшка таким Бог делает. А он говорит, нет, не Бог, ты сам себя сделал-то. И Быков пишет, говорит, я был похож, говорит, на Горбачева, когда он ездил на встречу с императором японским. При тем, как встретиться, приехал профессор из Японии и давал уроки Горбачеву. Как встречаться с императором, разговаривать, должен стоять вот так вот, наклонившись, как говорится, и все время, чтобы такая улыбка, он отвечал, чтобы было так раздвигать по-сектантски. И он учился специально, и поехал, хорошая была встреча. Вернулся и ничего не дал японцам. Чтобы отдать... Чуть ли не на колени поставили, еще будет. Так же, как и Путин, еще сейчас туда военную базу строят. Второй Тимофей 4.12 Тихий-ка я послал в Эфес толкование. Таким образом, я остался один, и твое присутствие необходимо. Второй Тимофей 4.13 Тихий-ка я послал в Эфес, толкование. Тихий-ка я послал в Эфес, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Толкование. Здесь апостол говорит об одежде. Он требует ее для того, чтобы не иметь надобности брать у других. Ибо повсюду он предлагает большую заботу, чтобы не нуждаться в других. Некоторые, впрочем, думают, что это ящик, футляр, в котором лежали книги. Для чего нужны были книги ему, готовившемуся отойти к Богу? Чтобы передать их верующим, чтобы они имели их вместо него. Особенно кожаные. Вероятно, они содержали в себе нечто более ценное. Долго хранились. Если долго хранится, жили бумага, кожа. Для хранения. А сегодня филонь. Спроси еще филонь. О, так знаешь как. А сегодня орарь. Орарь. Без ораря служить нельзя. Орарь это простое полотенце, которым пот вытирали. Больше ничего в нем не было. Филонь это плащ. Плащ его. Иди си плащ. А сегодня как. А теперь священники вот так вот берут за два конца. И чаша стоит. Они так машут. Воздух. Не воздух, а воздух. Ну прямо это вообще. Воздух. А для чего он? Мух отгонять. Чтобы муха не упала-то. А они с двух сторон. Двое стоят и машут. Понял как. Я разговаривал с Александром Мениевым. Он говорит, что это все же описано. Это потом они сделали все. Невообразимая святость. А лжица? Не можешь. Можешь маленько подавить. Такая глубокая, неудобная. Ну прямо зубы выкрутит. Лжица. Это само название. Если кто крестится, сорочка. Так не сорочка, а сращится. Ну что ж. Ну у людей по-русски это сращится. То что-то другое. Адвокаты, не надо. Это рубашка, как вроде ночная. А то все можно вас сращится. Вот эти названия, ну можно было бы убрать. Лжица. Палится. Тоже нормально сказано. А Солженицын, когда клеветали, говорил Солженицын, солгать, это лживый человек. А когда вот сейчас умер, хоронили. Да и тут президент пришел, и с Натальей там стоит. И пишут заголовок, что фамилия его как будто бы Солженицын-то. Солнечная пшеница. Какая пшеница? Солнечная. Как можно все это перевернуть? Солженицын. А Дегунов почему? Где-то такой был, где-то или на дыбу поднимали его. Или на дыбу, или научился его перед каждым. У нас это уже в семье давно. Ну вот давали-то когда-то, это не так давно, там прапрадеду давали фамилию. А человек с этим, с этой фамилией есть. Граф. Блудов. Тихо, хватит. Граф Блудов. И один из лучших графов, который писал на божественной теме Блудов. Мне мой отец про деда рассказывал, про своего отца. В пример его оставил. Говорит, когда, говорит, революционеры к власти-то пришли, так где-то купцы там ерепенились, а твой дед добровольно сам отдал. А что добровольно-то? Ну отдал. Отдал. Схотину-то все имущество-то. И он, в примера, оставил. Умный бил. А это-то рассказывает, когда его... А может быть, был боговерный. Начали бить. Это мы разговаривали. Емщиков-то. Ну все, отняли. Все. Куриц там порубили, матросовку сняли, куриц туда в матросовку-то, чтобы увезти-то. А ему руки-то вот так вот, он стоит на стену, руки-то... А он увидел уздечка-то под ногами. Снял эту уздечку. А там удела, с железными уделами. Говорит, начал бить отца паразит, ты кулацкая рожа. Ты что? Спрятан. Он сказал, до чего они мне? Корову забрали, лошадей отняли. Куда мне с уздечкой-то? Бабу обуздывают только. Куда я с ней-то? У меня все это записано в 12-м томе. В кавычке. Она рассказывает, я на магнитокон тогда записывал. В один день изменилось все. А царь Николай с Франции, это в Антанте были, и он отдал самых больших своих гвардейцев, гренадерами во Франции. И революция их там застала. Они вернулись. Его поставили директором Черемховского, Черемновского или какого-то завода сахарного. А тут как начали подряд всех арестовать. Он пришел к жене-то. А ей уже было около 30 лет. И говорит, Ксенюшка, если меня заберут, то враги. Не мы враги, это они враги. И правда его взяли и расстреляли, Федора-то. Ну и когда реабилитировать начали, ее вызвали, она здесь была. Ну и он начал листать. Я, говорит, так увидел фотографию-то. И еще со мной, говорит, встала. Я, говорит, глянула, у тебя брык со скамейки-то. Говорит, ты сознание потеряла. А когда, говорит, я в себя пришла, я слышу, он говорит, который зашел, видимо, он сказал, что она тут это... А он говорит, ты маленько поаккуратнее, и показывает. Это же ее муж, он потерянный, связи не было, она и не знала, что... А теперь вот реабилитация. Это все у меня записано здесь. Я ходил, записывал людей, которые остались живые, которые отбывали сроки. А ей дали 10 лет за то, что она его жена. Ну, конечно. Вот, и она работала на заводе, но меня, говорит, спасло то, что она была швея. Кажется, какая-то особая такая там. И нам, говорит, давали премию даже. Премию, говорит, кажется, три перышка лука зеленого. А с Польши прибежали паночки. Их захватили, там, человек восемь. Они договорились и в страну социализм устроить. Их всех арестовали сразу в лагере. Они все погибли здесь. И они говорят, мы любим советскую власть, коммунистов, Ленина любим, мы Сталина любим, мы хотели, чтобы никаких шпионов, все туда. Какая была власть, те пожирающие. Кошмар. Однажды, говорит, так, говорит, сирена завела на заводе. Все собрали завод. И выводят старичок там, она говорит, отбывал их. И вывозил начальник там, допрашивает. Ты говорил это? Ну, я говорил, но я маленько не так говорил. А сказал, говорит, Гитлер-то прет как под самую Москву. Так дело пойдет, так он и до Барнаула дойдет. И кто-то переселиснул. И вот уже сразу расстреляли, в яму тоже сразу зарывали. Здесь же, при всех. Вот так. Беспощадная власть. А ты знаешь, сколько расстреляли-то этих-то, которые с фронта бежали-то? Пощипал миллиона. Сейчас данные даются. У нас, у меня... Ужас какой. Дед расстрелянный. В 42-м году, в мае месяце. 42-й год, в мае месяце, расстрелян. Это-то. Мои мамы и родные брать. Дед. И теперь они за ним идут. Это как-то. Молодые парни, здоровые. Бежали, не бежали, никто не знает. Там рассеивали фашисты быстро всех. Похтакури. И написано сначала этот... Один племянник испугался, а племянник генерал в армии. Ну его взяли, раз он рот разнил, бежит, мама кричит, бомбежка-то идет. Его взяли. Ну ему кто-то сообщил, ваш племянник, он вызвал. Ты бежал, я ничего не помню. И он его взял с себя и прикрыл это дело. И теперь-то он уже пришел, уже как обкатан. И теперь он на передовой везде таким героем стал. И таких-то погубили. Сколько? Да тысячи. Десятки тысяч. Если не сотни. Безжалостные, жестокие. Пошли, Херожи. Второй Тимофея 4.14 Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его толкования. Апостол вспоминает об этом искушении не с тем, чтобы укорить того человека, но чтобы убедить ученика мужественно переносить искушение со стороны ничтожных и презредных людей. Многие, подвергаясь оскорблениям со стороны знатных людей, переносят их, находя себе утешение в высоком положении своих оскорбителей. Теперь же от ничтожных и отверженных людей причиняют большую скорбь. Поэтому Павел говорит, много сделал мне зла, вместо сильно и разно страдать меня заставлял. И обычно так бывает, что люди незначительные и низкие, когда начнут делать зло, то уже никакой пощады не дают, ни мало не заботясь о мнении общества. Мужайся, говорит апостол, это не пройдет ему безнаказанно, но да воздаст ему Господь. Вместо воздаст, ибо великое пророчество, а не клятва. Потеряю, это уже Александр всякие пакости делал. Вы знаете, какой Александр это. Я считаю, это Даша и Дмитрия. Они вдвоем с Дмитрием там у нас объединились. Копья. Саша С. Д. Вот я все это откуда брал. А недавно мне кто сказал, встречались к нашему знакомому здесь. Не знаю. Гордеева знаешь? А, да, конечно. И к нему вдруг этот самый Саша с каким-то товарищем пришли, мы и там этот компьютер, что ли, и что интересно, ему кто-то не понравился, Саша сразу. Больше я их никогда не вызову. И там мне передали так. Это тоже интересный момент. Да. То есть на все самое тяжкое идут. Я начал перебирать документы позавчера. И вижу Сашину, объяснитель дается. Да, я вот отступил, так-то вот здесь-то со членом общины устроил драку. Он не говорит о том, что он с чужим женам ходил, развратичал и все. И после этого везде вылазит, и везде гадит, и гадит, и гадит. По сегодняшний день. Пошел к баптистам. И там не заладилось. Отошла мне группа, человек 30, молодежь, вот с ними. И там не заладилось. И нигде сейчас, где они, где дома сидят. Да, у меня так сподобилось встретиться с членом вот этого коммунара, женщиной, я проведу на улице. Она остановилась, начали говорить. Она говорит, а, так это, у нас есть, говорит, ваш там такой. Ну, называет его. Я говорю, да, а что, откуда вы его знаете? А он говорит, у нас группа молодежи ведет занятия. Я говорю, ой-ой-ой, куда вы пакостника такого запустили, так молодежи? Все нет, уже нет. Отец, тесть его, тесть, Толя, он ему запретил уже приходить к нему. Кошмар. Доедался. Вот как. Однажды отступившись только, а это у нас в общем не было. У него был настоящий дах проповеди, дах у Саши. А что-то не хотел давать. И дальше поднялся, конца нет. Вот это все об этом, вот что мы считаем. А на какое дело ты нужен? Для благовестия? А он не вводен. А почему? Тщеславие, самость, непокоривость, погубили все. Все абсолютно. Вот это, помните, в Красноярске это был, Александр Друзин, и я поехал туда, помните, подготавливался, все, ко мне эти были. Николай-то приезжали с Татьяной, подготовили людей, все, и я туда приехал, и он все заблокировал полностью. Как специально, вот Александр, и у нас тоже, я как же, девочки, какие-то были там. Но, сделай, да, девочки у него, мы две жили, у монаха. Давай, Сережа, а то упадешь, порвешь страничку. Чего вы его изморили так вообще? Кому? У него вот слово уже изморило. Еще раз прочту вам. Это не пройдет ему безнаказанно, то есть этому меднику, но да воздаст ему Господь, вместо воздаст, ибо это великое пророчество, а не клятва. Это сказано Павлом не потому, чтобы святые радовались наказанием, но потому, что дело проповеди имело нужду в усмирении, препятствовавшись ему, а также и слабейшие из верующих, весьма многие утешались этим. Второй Тимофей 4,15. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. Толкование. Не сказал причини скорбь, накажи, хотя по благодати Святого Духа он мог это сделать, но заповедует беречь себя, то есть уклоняться, удаляться от него, предоставляя наказание Богу, то есть войну ведет и противодействует благовестию Евангелия. Еще раз комментарий. Противодействие проповеди есть самая настоящая вражда, война против Бога. Какой бы сан не носил человек вплоть до патриарха и папы, но если он противодействует благовестию Евангелия, он этим показывает, что он не рожден свыше и благодать Духа Святого не коснулась его. Если при гласе пророков все должно было замирать, и небо, и земля, то какое горе ждет тех, кто противодействует благовестию Евангелия. Исайя 1.2 Слушайте небеса и внимая земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Отнимает хлеб в блокадном городе, отнимает воду в знойной пустыне тот, кто противодействует благовестию Евангелия. Времена Христа и апостолов более всего противодействовал проповеди христопродавцы и иудеи. И мы знаем, что их постигло за это. Как говорит Иоанн Златоуст, Бог как бы растоптал засохшую грязь и размел по всему миру. Две тысячи лет они не могут собраться воедино. 1 Фессаланкистам 2.16 Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это навсегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Подобны им те, которые противодействуют благовестию Евангелия. Подобны и те, значит, что-то у нас все православие, что-то подобное. У нас Евангелия не только противодействует, наоборот. Мы ездили к Коробедникову, икона, самая почитаемая в Алтайском крае. Выгоняли? На нас выгоняли как. Поп-то побежал там, Роман, его вызвал в милицию, пришел там майор стоял, а уходит, а ничего не делает. А что делать? Мы стоим за пределами храма. А Роман, Игнатий Тихонович, я очень прошу, уезжайте поскорее, уезжайте. И что, я написал, как он вызвал милицию, все, на диск написал, тут был епископ Максим Дмитриев. Я ему отдал, ну, наведите порядок, они лгут везде. Это же было у нас в Ребрихе, это было в Павловске. Одинаково везде ведут. Милиции вызывают и говорят, это свидетели Иеговы на нас. А те, значит, раз связались с Барнолом и говорят, а там, говорит, ответили нет, говорят, это православное зарегистрировано. И никакие, ничего не принимают, мер-то никакие. А Романа этого в маленьких погня поставили в епископа Рудцовских. Все. С ними никак нельзя знать, никак. Я ему мешаю, стою, нет. Обошли там сколько людей, ну, допустим, две тысячи человек. На всех нашли только два Евангелия. Два. На все деревья. И то, которые вас знают. А? И то, которые вас знают. Они взяли в доме. Я тоже ездила, да? Да. Одна бабушка вышла, а у меня есть Библия, это вытаскивается, написано, сонник, сны разгадываются. Так это сонник. А у вас что? Да мы Евангелие, ааа, я думал, поминальник. Ну, что надо, отец Роман нам скажет. Мне не надо, даром отдаем. Мы, кажется, 470 новых заветов только раздали. Нигде так много не раздавали. Мертвая зона. Мертвая зона. Тут батюшка в одно место поехал. А сколько человек по воскресеньям бывает? Шесть или семь. Шесть или семь. А монахов сколько? Семь. Выходит, монах двери открывает, руки, говорит, видно, желтые, прокуренные такие. На улице жара, солнышко, а в ограде все заросло. А что ж вы лежите-то? Видно сонно. А что делать? Пропалите огород. И вы уже лежите. Вот это они не считают. Это свой. Он свой. Главное, чтобы причащался. Приходил. А мы чужие для них. Нам никогда нельзя быть там. Это мой наказ. Самый-самый-самый. Вовеки веком. А? Наказ вовеки веком. Да. Нельзя никак, ни под каким видом. Это нам Бог дал такого митрополита, что отношение. Но они в один день могут закончить. В локте это будет. Другого пришлют или еще. Мы сейчас на них вот это у нас с Матильды. Им не до нас. И все православные себя показали. Показали. Пошел сюда. Но вопрос. А как вы относитесь к тому, что члены нашей общины ходят в храмы? Ну и как? Нормально, что ходят. А почему им сюда-то не прийти? Ну, далеко идти. Да далеко. Община не нуждается. Благослужение одно и то же. Как бы они ценили проповедь, ценили занятия, они были бы здесь. Но нет, они ценят, а все остальное. Он встал в дверях, одевшим. Ну, какая разница? Никто меня не тревожит, никто меня не обличает. И вот, а посели? Ты только ходи в храм, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Все. Больше ничего не надо. Я же останавливал Илью, когда он здесь приходил. Ну, Илья, это, Устиновский. И он, и он мне говорит, слушай, а что вы к нам пристаете? Ну, кто вам сказал, что нужно еще, кроме богослужения, еще что-то? Такой стоит, прям мне такой объясняет. Это отца, это из семьи все идет. Кто он? Такой прям все, руками. Никогда, нигде не участвует, ни отец, никто, зачем? Община им не нужна. И поэтому, раз она не нужна, тогда и там, там лучше. Он пришел, полное спокойствие, что он ничего не знает, что никакой надежды на спасение, это ему это не надо. Он внутренне доволен. Я говорю, ну, зачем же так, это крестить-то неправильно. Ну, Бог-то знает. Он же отвечает за это. Нет, ты сам за себя отвечаешь. Да нет, он отвечает. Они говорят, мы за вас ответим. То есть, они обращают этим. Как ты ответишь, когда, говорят, каждый за себя даст отчет Богу. За себя. И не ответишь ничего. И все, исчез, и как будто никогда не было. Его нету. И как Нина сейчас, как она переживает. Говорит, а я благовествовать хочу. Мы же привыкли уже благовествовать. Я стараюсь, а говорит, ни одной родной души нету. Представляете, вот мы же ездили туда, какое село большое, ни одной души. Но она сильно молится, она молитвенница ведь. И буквально позавчера ей за молоком надо было. К одним зашла, к другим зашла, к третьим. Никто не дает молоко. А потом сказали, да вот к этой женщине. Она пошла, сходила. А когда пришла, она оказалась верующей. И у ней, что она читает Евангелие, у ней такая радость. У Нины, говорит, родная душа нашлась. И вот поговорила с ней, помолились. И говорит, хоть одна родная какая-то, ну душа, которая, она еще не знает ее даже, но читает Евангелие. И как-то они уже поговорили, вроде бы как это. Вот одной даже душе радуется. А почему? Она вот, она говорит, я так скучаю без вас. Я не могу. Я проповеди, раньше она печатала проповеди. Сейчас, говорит, все эти проповеди достаю и перечитываю. А Илья-то привел тогда девчонку, или кто она такая с ней была. Готовился женить. Я даже на голубятни их сводил. И они видели, как у Виктора была свадьба, и нам такую же свадьбу строить. Батюшка говорит, я ее не знаю где. Она это узнала, и как она начала потеряевку поносить, Батюшка говорит, ну кого я буду вещать-то? Во-первых, не знаю, она прям начала хулить, и ушел, скрылся, и больше ее нет. Вот это подкаблучник, стопроцентный. Да если бы он любил, в общем, он бы с первой минуты понял, что это житья никакого не будет. Она в потеряйку ни рубля не вложила, ни дня не работала, ничего нету, просто повенчать, а отказались. И тогда она стала, прям мгновенно стала поносить. И он согласился с ней и все. Что спрашивать-то? А почему? Потому что ложь и лицемерие в семье, и оно все отображается на детях. Деваться не куда, сейчас они там маму, где поедут. Здесь вот ходили на опи, в крестный фортон, Елюшка шел, и чашу держал, нахал архивея. Да? У кого это архивея? Это Сергия? Вот у этого. Я вас просил у митрополита Сергеевича, а вы помните, он, кто сейчас удержал, он говорит, нет, а он для него ковик там полно, истатель счастья. Хорошо, прощай. Так. Платочек, да тише. Фыркаешь, как лошадь. Да. Служа даже. Проджевать, скажем. Как лошадь, говори, как лошадь. Как я сказал, как какой-то это, вот так, стоит ногами раздвигает снег-то. Я говорю, у нас лошадь была такая, зимой разгребала снег и ела траву. Его звать Карагиус. Сказал Таню Бруяков. Она, ну, студент против меня вышла, а вот гражданин судья там, или как, а вот, а он, Игнатий, меня кобылой назвал. Кобылой. Вот так интересно. И здесь еще нет. Я вот еще хотел вопрос задать еще по детям нашим. Ну вот, на занятия перестали ходить. Енафа, Ксения не ходит, Ваня не ходит. А здесь они не сидят. Ну, присели что-то тут немножко, ну, толкование вот сегодня только. И все, и убежали. А так они в детях там. Их сюда вызвать, чтобы позаниматься с ними по Библии. Их не вызовешь, им уже не надо, они там уже. Уже взрослые. Там уже взрослые, да, уже очень сильно взрослые. Я говорю, как-то, говорю, непонятно немного. Раз взрослые, так сюда тогда, на занятия, ребятушки, ну, на собрание. А то, и не на занятиях их нету, а там что-то стоят. Вот что там стоят? Вот на клиросе они стоят, поют. Ну, я знаю, как они поют, я ничего не буду говорить. Ладно, может, еще пока дети, пускай голос, как говорится, развивают пищание. Но на занятия, это по слову Божьего. Я им веду занятия и говорю, кто хочет быть взрослым? Ну, эти сидят. Нестор один поднял руку, потом на меня посмотрел, опять опустил. Я говорю, ну, понятно, колеблющиеся нога. И шипилов, приставшие к ним. Я говорю, вы как думаете, вот там люди сейчас, старшие вас стоят, намного братья и сестры, они думаете, там сильно хотят стоять, молиться? Они все головами кладут. Да, да, сильно. А если сейчас сказать, давайте дети, вы там стойте за нас, а мы сядем сюда и будем слушать. Ну, пускай не меня, а Игнатия Тихоновича, он же тоже уже в возрасте. Пускай, как вы думаете, они пойдут или нет? Да, нет, они молиться же пришли. Я говорю, ну, я понимаю вас, да, конечно, раз пришли молиться, то молятся. Я говорю, ну, я вас уверяю, если только им сказать, давайте здесь сидеть или там молиться, я говорю, все тут сюда сядут, будут слушать. Знаете почему? Потому что там уже миллион раз одно и то же. Все уже все знают, что будет дальше, что будет тяжело стоять, засыпаться и так далее. А здесь что-то новое можно будет узнать. На собрании же сидят взрослые. Так что, я говорю, вы сильно-то не спешите туда встать. Ну, чего вы встанете столбомашками и все. Я говорю, вы Евангелие, это кто из вас открывает Библию? Одна только огнюшка подняла руку. Библию открывает девчонка. Она читает, А другие все посмотрели, посмотрели. Я говорю, ну, никто, смотрю, там кто-то робко так. Я говорю, что, кого родители-то говорят почитать? Ну, там подняли еще. Тарасий там еще поднял. Место Фрося. Ну, то есть родители говорят читать, тогда что-то читают. Еще. А так нет. Сами одна огнюшка. И то, наверное, детскую Библию показывала. Ну, маленькая любит картинки, наверное. Ну, дай Бог, чтобы не так. Я не за это говорю. Не об этом. Она залила тетрадь и все записывает. Какие вопросы задавать вот здесь. Ничего себе. Ну, а мне что-то есть на ней. вот, вот, подумайте, Игнатий Иванович, на досуге. Куда, может быть, их привести к общему знаменателю, к взрослому. И все это еще началось, я помню, с кого началось, с Лены. С Лены началось все. Сокольский, да. Она ей 13 лет, после деревни, когда она там с вами вопросы задавала, я думаю, ну, все, сейчас девчонка будет помогать, тут участвовать в занятиях, ну, наших детских-то. Ничуть не бывало, смотрю, она там, я ей говорю, так, слушайте, 13, ты на занятия ходи. Я уже и так очень много знаю, беседовал с Игнатих на чем, мне здесь нужно быть, я слушаю проповеди. А тогда Игнатих еще проповеди говорил. Я думаю, ну, ладно, пускай раз слушает. А они, кажется, все такие, как один, готовы слушать проповеди, лишь бы не участвовать в занятиях. А на занятиях им тут достается от меня, дай бог, вы думаете, только вам, я и детей тут тоже по полной программе ставлю по стойке смирно. Перед словом Божьим. Потеряю въезд, походи на ребятишки, на все занятия. Да? Не надо понимать. Ну, я вот, у меня живут две девчонки. Я пытаюсь, каждый раз говорю, один раз, видать, мама сказала старше, и она пришла, побыла немножко, и все опять нету. Я все время говорю, на занятия-то приходите, сготовьте себе, вы же просто готовите. или они? Да здесь они где-то у Севастьяна. Так они не были сегодня? Не были. Нет, они уехали. Куда они уехали? Каникулы. А домой уехали? Да они у Севастьяна. Вы, мне что лечат? Ты их когда видел? Ну, они вчера сказали, что они будут у Севастьяна. Они у Севастьяна. Я у Севастьяна спросил, он говорит, да, у меня ночевали они. Я говорю, а что они приехали-то, куда уехали? Или что? Он говорит, да нет, у них свои причины. Я говорю, ну смотри, ты за них отвечаешь, они у тебя. А то живут-то у меня, уехали, тут нету, там нету. Мама спрашивает, куда пошли, они на нее посмотрели и ушли. Кто такая она вообще? А потом, я говорю, мам, так они в церковь пошли, мама. я говорю, странная, что ж я не поняла, это девчонки в церковь пошли. Прихожу в церковь, их нету. А Мариза потом говорит, да, то есть к Севастьяну уехали ночевать. Я говорю, ну значит, Сергию говорю, приезжай за нами, говорю, девчонки будут. Сергей потом говорю, нету, не будет их. Думаю, ну тут привезет, говорю, Севастьян их привезет. Сегодня раз нету опять Севастьян. Я уже дождался конца, говорю, Севастьян, они у тебя тут ночевали. А ты думаешь, дома они потеряете. Ну я думала. А зачем думать? Потому что мы разговаривали. Может думать не надо, просто спросить. А я за Севастьяну. Они же у меня живут, не у вас. Вы так и говорите, я думаю, что они потеряются, а то они их потеряются. Сейчас их забирать, значит они там сын. Я говорю, так они может молятся, там устаробряться. Он такой, да понимаешь, там свои причины, что-то там. Сразу глазки жмут. Не знаю, в чем дело. Ну вообще, сильно жать не надо. Сильно отпускать. Ой, нажмите. Что, кричать опять? Ругаться? Нет. Еще какие слова найдете вы для сына вашего? Подход нужно иметь. А мне, знаете, так идти. Подход, девочки, все, все, все. Смолимся. Достойно и всякого истину, Блажите Тя, Богородицу, Презнаблаженную И преднепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херурим, И славнейшую Бессравниния Серафим, Безыстрения Бога Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Игнатий Иванович, Поблагодарите, Господи. Господи Боже, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа просим, прими нашу молитву, благодарим за воскресный день, за эти занятия, о чем мы рассуждали, коснись эти детские души, дай им ревность, служение Тебе, ибо эта временная жизнь так быстро пройдет, и с чем они предстанут на суть Божий. Благослови нас, исполнить слышанное, быть истинными сеятелями Твоими, Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу слава. Аминь. Валите веков. Аминь. А кто принес тут? Я унесу. У меня кассета лежит, но она испорченная. Как мне ее... Не знаю, Кирилл, обратишь, пускай. Кирилл, я приду, может быть, или сжечь через...